ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите, с какой целью вы вывесите с собой оружие в машине? Оно, наверное, случайно там оказалось. Пусть каждый день нашей жизни приносит нам радость. Не тем мы чем-то занимаемся. В смысле? Не тем чем-то. А что ты предлагаешь, Вов? Как батя мой на завод пойти бухать каждый вечер? Что делать-то, Вов? О сериале «Слово пацана», сорвавшем медиапространство не только России, но и страны СНГ, не сказал только ленивый. Почти 100 миллионов запросов в Яндексе и без малого 4 тысячи баллов на кинопоиске сага Жоры Крыжовника о малолетних преступниках в два раза популярнее нашумевшего сериала «Игра в кальмара», который удерживал рекорд целых два года. Только в России сериал посмотрел каждый шестой. Книга, которая легла в основу сериала, возглавила топ-продажа саундтрек-песня «Пы-я-ла», российского дуэта «Айгел», залетел на первую строчку мирового музыкального рейтинга по версии сервиса «Шазам». На Саброполе в Краснодарском крае и Волгограде продают Олимпику и шарф как у Марата, одного из главных героев. А ещё кепки-фернандельки, распространённые у членов казанских молодёжных банд. Актёры и создатели слова «Пацана» возглавили топ-100 популярных персон на кинопоиске. Не утихает полемика вокруг восьмисерийного фильма. Вырос, я там был, я там работал. И не будете смотреть, не планируете? А зачем? Я там был. Детский омбудсман в республике Ирина Волынец добивается запрета скандальной киносаги. Депутаты Госдумы к единому мнению не пришли. Пока одни пишут запросы в Роскомнадзор, и Следственный комитет с просьбой запретить сериал, другие хвалят его как лучшую антирекламу опасного образа жизни. Так что же это было? И как удалось положить конец такому разгулу преступности? Как эхо 90-х отзывается сегодня? Попробуем разобраться. О феномене популярности сериала напишут не одну статью. Совершенно точно понятно одно. Слово «пацана» нашло отклик в каждом из нас не потому, что Россия – страна Достоевского, Толстого страна, чья литературная классика по выражению Виктора Пелевина говорит прежде всего о полной невыносимости русской жизни в любом её аспекте. То есть Россия для грустных, как у некоторых принято говорить. А потому что уличный беспредел коснулся каждого. Любой житель российского города наверняка вспомнит, как быстрее бежал в школу и обратно. Не дай бог нарваться на каких-нибудь борзых ребят. У кого-то вымогали деньги, как это показано в случае с Андреем, главным героем сериала. А кто-то становился свидетелем страшных преступлений. Кому-то приходили решать вопросы. Некоторым из тех, кто работает в институте УДО, было всего 12 лет, когда бандиты среди бела дня расстреляли из автомата дядю их друга. Дядя был начальником уголовного розыска и наверняка перешёл кому-то дорогу. И таких историй уйма. Но как этот ужасающий разгул преступности стал возможен? С джипа выскакивают люди. И начинают расстреливать Мерседес. Измайловские не успевают понять, что происходит. Они выбегают в беды! Но уже поздно. Казалось, разборка закончена. Но коптевским этого мало. Точка отчёта бандитизма в России многие считают 90-е годы. Не последнюю очередь благодаря этим кадрам из проекта телеканала НТВ. Он назывался «Лихие 90-е». Его вела звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» и опера «Хроники убойного отдела» Анастасия Мельникова. Этот телепроект был первой попыткой рассказать широкой аудитории о криминальном мире российского государства. Но началось всё гораздо раньше. В городе неспокойно. Двор идёт на двор. Улица на улицу. Район на район. Бьют друг друга. Бьют инакомыслящих. Бьют за то, что оказался на чужой территории. За то, что волосы слишком длинные. Или майка иностранная. Драться на языке подростков значит махаться. Гулять в своей компании – мотаться. Шелуха. Скорлупа. Супера. Из того же жаргона. Как-то незаметно. В нашу жизнь вошло понятие «группировка». Это кадры из документального фильма о казанских молодёжных формированиях, снятого в 1987 году. Через год о татарских криминальных бандах напишут московские газеты, а через два – статья о лидере одной из группировок «Тяп-ляп» выйдет в Нью-Йорк Таймс. По одной из версий термин «казанский феномен» впервые использовал журналист-расследователь спецкор «Огонька» Дмитрий Лиханов в материале о банде «Тяп-ляп». К этому моменту в городе насчитывалось около ста молодёжных банд, в каждой из которых было по три-четыре сотни человек. А по словам Роберта Гараева, автора книги «Слово пацана», которая или глава с новой сериала, число группировок приближалось к 150. В них состоял каждый третий парнишка в возрасте от 12 до 18 лет. Ну вот татарский, Борисков, Перваки, тут Хадид Акташ, Хадид Акташ жёсткий. Квартала, телестудия, чайники, тут низы, грязь, киноплёнка сам надо. Почему же именно Казань? Исследователи этого феномена, если не сказать этой фатальности, настегшей России в конце 70-х, считают, что причин несколько. Во-первых, массовая эвакуация в Казань во время войны и растущие темпы урбанизации после неё привели к разрыву старых общественных связей, к конфликтам местного населения с пришлым, которое на долгие годы останется чужим для подрастающего поколения. Во-вторых, недостаток внимания к молодёжи со стороны власти, нехватка инфраструктуры для поднятия её культурного уровня. Только представьте, в одном из казанских микрорайонов, где жило 150 тысяч человек, был только один кинотеатр на 200 мест. Факт, который современному подростку просто сложно себе представить. В городе работали десятки заводов. И пока родители трудились там, молодые люди были предоставлены сами себе. «Очень плохо, дорогие родители, что вы узнаёте и ничего не знаете о своих детях». «Очень плохо». «Когда что-то теперь делать? Допустим, мы уходим на работу, он уходит на работу, мы приходим с работы 5 часов 6-7, он приходит в 3-4. «Так, мы сейчас разберёмся, вот смотри». «Теперь что-то вы должны его, значит, наши гости привязать с тобой водить, что ли?» Вопрос этого мужчины на собрании в одном из казанских ПТУ выглядит логичным. Но многие родители не только не могли заниматься детьми из-за занятости, не хотели. А кто-то и вовсе предпочитал разговором силу или позицию «мне лучше знать, чем тебе, молокососу». Это хорошо показано в сериале на примере взаимоотношений Марата и его отца. «30 лет через одну проходную всю жизнь положил, а ты как сука, ради этого, чтобы потом на коленях стоять, да? Я что, отец спора? Нет, ты мне объясни, за что я стал отцом бандита?» Или дядя Андрея, который, казалось бы, хочет добра, но, видимо, просто не знает, как по-другому наставить на путь истиной. Удивительно, как эти кадры перекликаются с реальной жизнью. Вот как о своём детстве, в котором было много драк с отцом, в одном из первых после своей мнимой гибели бесед с журналисткой Сашей Сулим вспоминает один из лидеров группировок «Тяп-ляп» Сергей Антипов. Он начал, как всегда, избивать меня дома, а я восхищал на улицу. Он восхищал на улицу за мной. Ну, я думаю, у меня в голове мысль такая, думаю, если ты меня дома не мог схватить, потому что я борьбой занимался и легко уходил от захватов, тем более неподготовленных людей. Тут тем более ты меня не схватишь. Ну, двойку ему прислал навстречу, он упал. Ну, потом он ещё кидался, потом уже получал постоянно. Да, я много видел насилия с детства. Насилие в семье было, насилие было на улице, насилие было от власти. Везде кругом было насилие. Дети, когда уже знают, что ему надо идти по ТУ, ищут контакт с группировщиками в одиннадцатом училище. Волей-неволей дети становятся группировщиками, потому что атмосфера, в основном, кто там командует, не администрация училища, а дети, те же группировщики держат, они вверх ушки. Если даже те подростки более-менее, которые себя ведут, они постепенно становятся трудными. Те, кто прославился плохим поведением, направляли в училище. Тогда говорили, выдавали путёвку. Исследовательница молодёжной преступности в Казани Любовь Агеева пишет, педагоги иногда оказывали давление на детей, убеждая отнести документы в колледж. Так они выполняли план по комплектованию училищ, поступавшей из Москвы. Получается, что молодые люди недовольны авторитарным подходом со стороны взрослых в отсутствии социальных связей и лифтов с пониманием того, что в эру процветающей теневой экономики пробиться наверх законным путём невозможно. Оказывались на улице, где им открывался новый и полный, как им казалось, возможностей мир избивались в стаи, которые впоследствии будут сравнивать ни много ни мало с чикагскими молодёжными бандами, и от действий которых ужаснётся вся страна. Казанские группировки от других отличала дисциплина. Её в моду ввёл лидер «Тяп-ляпа» Сергей Антипов. Отсидевший за хулиганство и грабёж, 25-летний житель Казани решил организовать в подвале одного из домов около завода «Теплоконтроль» спортзал и стал набирать молодёжь. Точнее, они подтягивались туда сами, чтобы их не избили члены другой группировки. Снарядами в качалке служили утюги и куски батареи, своего рода тренажёры «Тяп-ляп». Также, то есть спустя рукава, работали и на местном предприятии. Отсюда говорят и название банды «Тяп-ляп». Власти зал не закрывали, ведь это единственное место, где подростки могут отдохнуть и пообщаться в компании сверстников. О том, что на самом деле происходит в качалке, милиция узнает потом. А там полным ходом шла проверка для новеньких, пока ещё чушпанов, то есть ребят, которые не принадлежат никакой группировки. Если они вставали после сильного удара, то их принимали в ряды группировки. Это называлось «пришиться». Члены банды взимали дань с торговцев мясом, зубных техников, официантов и цеховиков, тех, кто наладил подпольное производство заводской продукции. Не брезговали квартирными кражами, рэкетом, совершали заказные убийства, а в 1978 году устроили автопробег с целью навести страху на ново-татарскую слободу, единственную группировку, которая не признавала главенства тяп-ляпа. Ранили, искалечили и убили несколько десятков жителей Казани. Они, к удивлению правоохранителей, заявили, что претензий к обидчикам не имеют. Ещё двое тогда были убиты. К концу 70-х в рядах тяп-ляпа уже порядка 300 человек, уровень конспирации, высочайший. Один из лидеров банды вдохновлялся примером революционного подполья, когда весь коллектив делился на группы, а младшие, шелуха, скорлупа, не знали, кто лидер и чем он занимается. Да и старшиков, молодых и суперов, это такие касты внутри группировки тоже далеко не всех. Такой же высокой была и лояльность участников банды. Подобраться к главарям тяп-ляпа удалось лишь после предательства одного из членов банды. Борис Шумов дал показания после того, как Сергей Антипов изнасиловал его невесту. Но добиться суда над верхушкой группировки удалось не сразу. Угрозы с их стороны поступали в адрес прокурора, они поступали в адрес судей, они поступали в адрес одного из оперативных работников. 14 апреля 1980 года к СИЗО номер один в Казани подъехал взвод внутренних войск и несколько групп захвата. Настолько велик был страх, что тяп-ляповцы придут выручать четверых своих подельников – Хантемирова, Тазиддинова, Масленцева и Каюмова. По невиданной в Советском Союзе статье «Бандитизм» Хантемиров, он же дважды был приговорён к смертной казни. Остальные получили по 15 лет тюрьмы. Столько же дали другим лидерам тяп-ляпа – Сергею Антипову и Сергею Скрябину. Другие члены банды получили от двух до десяти лет. Когда они вышли на свободу, мир уже изменился. Здравствуйте, меня зовут Игорь Ивлев, я один из руководителей юридической компании «Институт УДО». С 2012 года мы решаем вопросы условно-досрочного освобождения, замены наказания на более мягкий вид, а также снижение срока наказания путём обжалования приговоров. Вашим делом будут заниматься лучшие специалисты в стране с опытом более десяти лет, с победами в делах подобно вашему. Это основная задача клиента и успех отдела – выбрать такого адвоката. Звоните нам по указанному номеру, мы проконсультируем вас по всем вопросам. Заправлять криминальным миром стали другие группировки, которые, впрочем, взяли на вооружение многие методы работы легендарной тяп-ляп. Начались другие войны, ещё более кровавые. Слово бывшему участнику казанского ПГ «Жилка» Алексею Снежинскому. Война в 80-х просто боевали, делили асфальт, да? Просто тупо вот есть вот квадрат, это наша улица здесь, всё. А вот за это вот асфальт дрались. Те, кто начинал приватизацию страны, им нужно было, чтобы бардак в стране начался. Поэтому притормозили ментов, искусству, например. Всем в тот момент времени можно было двигаться на самый верх, да? Стать сверху лица. Там появились всякие разные доллары, появилось оружие и всё. Иначе люди просто понимают то, что опа, БМВ и всё. Уже не за асфальт были уже войны, уже были войны за заводы. Пока советское государство медленно, но верно распадалось, новая молодая страна боролась не только за демократию и свободу, но и за саму жизнь. То, что раньше было незаконно, сейчас можно было легко вывести из тени. А если надо, отобрать. Выпишем? Не. Мы не пьём теперь. Мы бизнес открываем. Кто-то, как Вова Адидат в сериале, действительно хотел открыть своё дело и окончательно отойти от разборок. Но разве тогда это было возможно? Убийства и грабежи среди белого дня стали привычным делом. Убийства ведь каждый день. Каждый день убийства. Каждый день убийства. Каждый день убийства. Неприятности. Неприятности. Ведь теперь живаем мы. Опасно стало жить. Боюсь даже выйти вообще. Понимаете, сами. Больше боюсь. Вечером вообще на улицу не не хожу никогда. Почему? Ну, потому что я знаю, что я не защищена. Вот у меня, например, подруга, там её подстригли, чуть не сдушили. Машина забегивает. Ну, в крайнем случае, можно стать жертвой вообще. Там муж кого-нибудь собирается убить, но попадёт в себя, например. Сейчас, я считаю, в России нет смысла просто заниматься бизнесом. Всё уходит на рейкет, на, в лучшем случае, на крышу. И ежедневный риск – это риск потерять все деньги. И следующее – это жизнь двоих близких людей. Только теперь группировки были лучше вооружены. Автоматы, гранаты, пистолеты и даже БТР. Общаки насчитывали многие миллионы долларов, да и методы их работы изменились. Представители враждующих группировок брали в заложники членов семей. А ещё теперь активы казанских группировок охраняли киллеры, такие как Алексей Снежок-Снежинский. Известны тем, что отправлялся на дело в смокинге и галстуке бабочки. Они же решали конфликтные вопросы. А их в свете новых войн было немало. Первыми бойню по новым понятиям развязали члены Хадид-Акташ. Эта группировка сложилась ещё в 1982 году. На пересечении одноимённой улицы с улицей Жданова, ныне Назарбаева. В начале 90-х она распалась на стариков и молодых. Молодые хотели распространять своё влияние в экономике и власти. Они получали контроль над заводом Арксинтез и начали неплохо зарабатывать продажами крошки и полиэтиленовой плёнки. В 1992 году Анвара Халиулина, лидера молодых, убили за отказ делиться со стариками. Через некоторое время лидером Хадид-Акташ стал Радик Галиакберов по кличке Раджа. Он лично наказал стариков, убив их главу Рауфа Шарафуддинова. После этого Галиакберов и его люди разобрались с другими влиятельными членами стариков, а после этого взяли под контроль наркоточки, реализуя в день до одного килограмма героина, притонный проституток, 40 компаний, банков, ресторанов в Казани и два кладбища. О нём рассказывали всегда одет с иголочки. Он очень любил фильм «Крёстный отец» и даже цитировал монологи Дона Корлеоне своим приближённым. «Всегда всё делал во благо семьи. И я всегда отказывался плясать под дудку. Больших шишек. Я не прошу прощения, это моя жизнь, но... Хотел, чтобы в своё время ты стал одним из тех, кто в эту дудку дует. Не хватило времени, Майкл. Не хватило времени. Всё ещё будет. Всё будет». Но денег Радже было мало. Нужно было влияние. Он пошёл войной на перваков, объявив охоту на его лидера. Хадишевские убили девятерых перваков, но не их главу Бибика, он же Альберт Батров. Он, к слову, умер в 2016 году. Якобы простудился, когда парился в бане. На поминке к Бибику, видимо, на всякий случай или по старой привычке, ведь силовые структуры дежурили даже на дискотеках группировщиков. Заехал СОБР. На этих кадрах видно, как бойцов спецотряда отчитывают бывшие коллеги Бибика. Что-то ради Граджи он нашёл себе новую жертву – Павлюхинских. Убить их лидера он решил за то, что они отбирали у него пацанов, набирали молодняк на его территории. Но Хадишевского киллера Анатолия Новицкого, он, кстати, тоже мелькает в сериале, но там он совсем маленький, задержали. И он быстро сдал верхушку группировки, большая часть была задержана. Суд над Галякберовым и другими Хадишевскими в 1999 году был беспрецедентным. Остатки банды угрожали следствию, что убьют президента республики Шаймиева, если Раджу не отпустят. Свидетелям выдавали маски с прорезями для глаз, бесформенное пальто, с помощью микрофонов им меняли голос. Всё для того, чтобы члены кровавой банды не узнали, кто выступает на стороне обвинения. Поговаривают, что насчёт у банды 60 убийств, но доказать смогли только 13. Раджу приговорили к пожизненному заключению. Его он отбывает в колонии «Чёрный дельфин». На кадрах допроса в ноябре 99-го складывается впечатление, что Раджа уверен, надолго он в этих стенах не задержится. Я всё-таки с детства пацан. Когда я ещё таким был, когда ещё не было ни моего возраста, ни старшего возраста. Я ходил с ними совсем. Я за многих чё-то знал. Кто где как чё прошёл. Вот в каждом убийстве, допустим, есть какая-то моральная аспект. Так? Я сам, нет, как у него, не балдей вообще от всего этого. Что убивают, там ещё чё-то. Ты пойми, у меня нормальные деньги. Мне нахрен ничего не надо. Правоохранители просто не справлялись с таким объёмом работы. К моменту создания РУОПа, позже РУБОПа, регионального управления по борьбе с организованной преступностью, в 1988 году официально бандитских формирований на весь Союз насчитывалось 73. Мы сейчас новое управление создаём РУБОП. За нами теперь сила. Всех вас передаем за две недели. В 92-м бандитских группировок было уже 513. Хотя завкафедры уголовного права и криминологии в Российском университете дружбы народов Ольга Кузнецова отмечает, в советское время факты бандитизма рассматривались как отдельные случаи, а не тенденции, да и начальство требовало рапортов об успехах социализма. В стране, где установлена советская область, другой, к примеру, бандитской быть просто не могло. Победить страх в одиночку невозможно. Вот и объединились такие ребята, как Алёша, чтобы противостоять группировкам. «Каскад», так назвали подростки свой отряд, легализовался при ленинском райкоме комсомола «Казань». Та же непримиримость, что и у их сверстников из группировок. И тот же расчёт на кулак. В советское время милиция, портком и образовательные учреждения боролись с молодёжными ОПГ путём создания отрядов из спортсменов или отшитых, то есть тех, кого изгнали из группировки. Группировщики таких подростков не уважали, но и связываться с ними не хотели. За ними взрослые, а с ними какой-никакой административный ресурс. Эта примета времени тоже отображена в сериале. Прошу любить и жаловать. Ещё вчерашний член молодёжной группировки и уже сегодня нормальный человек – Марат Суворов. Привет, Марат. Садись, Марат. Я с вами не сяду. Западло, да? Понимаю. Понимаю. Когда государство, которое принимало хоть какие-то попытки бороться с молодёжной преступностью, не стало, ситуация окончательно вышла из-под контроля. Существует такая статистика. В 1992-м начальник казанского уголовного розыска в год закрывал больше 200 дел об убийстве, а в 1993-м уже 900. Многие уходили из органов, не выдерживали нагрузки. Тормозило работу правоохранителей и устаревшее законодательство. В статье того же, 1993-го года, опубликованной в «Коммерсанте», говорится «Деятельность группировок настолько разнообразна, что квалифицировать её по 77-й, ещё советской статье «Бандитизм» очень трудно». В новом уголовном кодексе России это решили изменить. В 1996-м году появилась статья 209. Собственно, «Бандитизм», которые разграничили наказание за создание. Руководство банды и участие в набадениях, которые она совершает. Тогда же появилась и статья 210. «За организацию преступного сообщества и участие в нём». Теперь посадить в тюрьму можно было за сам факт участия, вне зависимости от того, совершено было какое-то преступление или нет. Добавили в статью и раздел о злоупотреблении высокой должностью. Согласно части третьей этой статьи, если человек создал преступное сообщество с использованием служебного положения или активно участвует в нём, задействуя свой админресурс на работе, то ему грозит до 20 лет лишения свободы. Законодательные инновации не сильно облегчили работу сотрудникам силовых ведомств, потому что многие из них сами стали частью преступного мира, помогали бандитам. Уже бывший на тот момент начальник 6-го главного управления МВД СССР по борьбе с организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом Александр Гуров рассказывал, «Иногда крыша вела в самые высокие кабинеты ККБ. От них ему самому приходилось спросить защиты у знакомых сухумских авторитетов». Вот они в тяны, мы тогда решили всё-таки как бы провести ревизию и как бы по сохранению собственности, которую разграбляли, Верховный Совет. И вдруг, значит, мне звонит начальник службы собственной безопасности, и он мне говорит, ну, ты понимаешь, тебя ликвидировать хотят. Я говорю, как? И показывает мне распечатку телефонного разговора, где говорит полковник КГБ, я читаю, значит, вот этот бизнесмен, который занимался этими алмазными делами, говорит, ты когда закончишь это дело? Он говорит, оно не может прекратиться, оно попало в Гуру, а у нас к ним подходов нет, и это бесполезно. Он говорит, тогда ликвидируй, подумай об этом. Он говорит, хорошо, мы подумаем. Ведь я к воровому закону обратился, между прочим. Защиты, ты сказал, там, не у власти, не нашёл защиты у собственного министерства. Извините, это что, я должен ждать, значит, пока меня там шмальнёт этот комитетчик, что ли? Или там наймёт кого-нибудь? Так я лучше первую завалил. А война, ничего не сделаешь. Война вовсю шла и на улицах Москвы. Люберецкие и Долгопрудненские уже поделили столицы на сферы влияния, а Тамбовские, Коптевские, Ореховские наводили ужас на всю Россию. Здесь при свете дня развлекались, забивали стрелки, стреляли по машинам из гранатомёта, как Лёша-солдат. Сделал. Или взрывали целые помещения с людьми. Банки или, к примеру, машины, в которых ехали неугодные люди. Груда обгоревшего металла, водитель, у которого взрывом в прямом смысле срывало голову, и бездыханное тело на асфальте. Жители Новокузнецкой надолго запомнили 7 июня 1994 года. Тогда у здания Лаговаза был взорван Мерседес Бориса Березовского. 8 человек пострадали, самого олигарха сильно посекло осколками. В 10 сантиметрах от меня передо мной оторвало голову моему водителю, да? Я являюсь членом президентского теннисного клуба, и 12 июня президент собирает членов этого клуба для того, чтобы отметить это событие. И он меня тоже пригласил. У меня был ужасный вид. Лицо всё перебинтовано, руки перебинтованы. И, честно сказать, я раздумывал, пойти мне на это торжество или нет, или не омрачать себя. Но я всё-таки решил пойти, чтобы президент увидел вообще, что происходит уже с людьми, которые совсем рядом, так скажем. Ельцин на следующий день впервые заявит о криминальном беспределе в России. На камеры признаёт дикую реальность, которую и так видели все. На телевидении задаются логичным вопросом. Если человек, которого охраняют сотни подготовленных людей, не может чувствовать себя в безопасности, то чего ждать рядовым гражданам? Просто как экземпляр высокопоставленного бизнесмена, который участвует в войне, в чужой для нас войне, пусть и в качестве жертвы, однако же в войне, в которой каждый из вас, будучи простым прохожим, может пострадать. Отсюда вопрос. Если люди такого уровня подвергаются нападению, то уж, естественно, не со стороны уличных торговцев с жвачкой. И это правда. Березовский, хотя и не состоял ни в одной из группировок в юности, услугами бандитов пользоваться часто. Так было принято в те времена. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов. Эту ставшую легендарной фразу Владимир Путин в то время председатель правительства России произнесёт через пять лет. Одних эти слова тогда шокировали своей прямотой. В других вселяли надежду, что эпохи терроризма, а вместе с ним бандитизма, засилия олигархата и всеобщего раздора скоро будет положен конец. Фраза «мочить в сортире» стала, если не как сейчас принято говорить, мемом, то одним из своего рода лозунгов предвыборной кампании Путина. В феврале 2000-го, отвечая журналисту о Березовском, уже избранный президент России спросит. Борис Березовский – это кто? Это… Он всё время говорит, что он бывший секретарь Совета Безопасности, потом бывший кто-то ещё, а сейчас он бывший кто? Я Бориса Абрамовича знаю давно. Он неуёмный и неугомонный человек. Он всегда кого-то назначает и кого-то свергает. Пусть трудится. Тем самым Путин хотел дать понять, в России 21-го века больше никакой семибанкирщины. Фактической системы управления страной, сложившейся при Борисе Ельцине, не будет. Но победить олигархов и криминалитет, что зачастую в те времена было одно и то же, удалось не сразу. Но обо всём по порядку. На дворе середины 90-х. Страна содрогается от терактов в Москве. Через день поступают сообщения о коммунальных авариях, ЧП на заводах и крупных объектах инфраструктуры. По стране прокатывается волна забастовок. Бастуют водители, шахтёры, учителя. Им не платят ни зарплату, ни пособие. Мы плохие пирожные детям делаем. Это мокрый чёрный хлеб посыпаем сахаром. Для них это пирожные. Вы такие пирожные знаете? Сегодня общая сумма долгов по заработной плате в России составляет астрономическую цифру. Более 84 миллиардов рублей. Наша армия в мирных условиях в последние годы понесла такие потери, которые не несут даже воюющие страны. Люди замерзают и голодают, а некоторые и вовсе накладывают на себя руки. Так поступила Ольга Коробова из села Кайсатское. Её история облетела российские газеты. 22-летняя девушка из Вологодской области сначала повесила своего трёхлетнего ребёнка, а потом повесилась сама. Это был третий случай в селе за несколько месяцев. В предсмертной записке написала «Не могу смотреть в голодные глаза моей дочери». Ольге Коробовой было и правда нечего есть. С мужем развелась, а на работе ничего не платили. Накануне трагедии она пыталась получить пособие на ребёнка. Безуспешно. Многие её односельчане спали на соломе, дети падали в голодные обмороки прямо на уроках, а школьные учителя одевались на помойках. Число самоубийств било все мыслимые рекорды. С 1985 по 1994 оно выросло в полтора раза. В одном только Петербурге в 1995 году покончило с собой более тысячи человек, а в 1998 уже полторы. По некоторым подсчётам, 90-е стоили России без малого 10 миллионов жизней. Главный внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения города Москвы Георгий Костюк рассказывал, что общее число подобных трагических случаев в стране в пересчёте на 100 тысяч человек достигало 46, почти в два раза больше, чем сегодня. Пока одни граждане России в отчаянии сводили счёты с жизнью, другие ей отчаянно наслаждались. Не забывай решать и свои бизнес-вопросы привычным им способом. Поддержку Березовским банд в Москве в числе прочих вопросов называют одной из причин для трений главного олигарха страны с Ореховскими и её главарём. Сергея Тимофеева, так зовут лидера группировки, нарекли Сильвестром за любовь к фильмам со Сталлоне. Его банда прославилась тем, что не знала никаких правил. Её члены без зазрения совести пускали в ход паяльники, раскалённые утяги, если владелец бара, гостиницы, рынка или кооператива отказывался делиться. А за год до покушения на Березовского они провернули невообразимое – застрелили вора в законе. Валерий Длугач возглавлял Баумунскую ОПГ и входил в топ-5 влиятельных группировок Москвы. Кличка «Глобус». Поднять руку на вора в законе противоречило правилам криминального мира. Это событие потрясло всех. Стало окончательно понятно, что никаких общепринятых норм больше не существует. А раз так, то и автомобили взрываться во всей стране не перестанут. Есть проблемы у бизнесменов, и я надеюсь на то, что с течением времени в России произойдёт структуризация, и отношения вступят в рамки цивилизованной. А пока время идёт, сегодняшние бизнесмены и вчерашние бандиты смекнули. Обзавестись крышей во власти недостаточно. Лучше самому этой властью стать. Так, в 90-е многие ломанулись в городские советы, администрации, а кто побогаче, мандат стоило от 3 до 5 миллионов долларов. Но можно было торговаться. Шли в Госдуму. Преступников в российском парламенте тогда было столько, что спикер элементарно просил соблюдать меры безопасности. Я говорил, я вас очень прошу оставлять оружие огнестрельное в своих сейфах, кабинетах, а лучше вообще в Думу не приносить. И тем более не приносить это оружие в зал пленарных заседаний. Среди депутатов первого созыва можно упомянуть Сергея Скорочкина, водочного короля Зарайска, который обзавелся карманной ОПГ и пошел в Госдуму. Уже там он умудрился получить обвинение из-за неприкосновенности только в словесной, а не официальной форме, в убийстве Грузина и его русской девушки. Не дай бог, конечно, что со мной случится, что со мной случится. Пойдут вперед деньги. Деньги уже заряжены и лежат и ждут своего времени. Воплотить угрозы в жизнь он не успел. Погиб от руки тех, кому продал свой водочный завод. Во втором созыве в Госдуме оказался Миша Монастырский по кличке Моня, который промышлял подделкой антиквариата в промышленных масштабах и дружил с Тамбовскими. А вот лидер Тамбовских Владимир Кумарин, известный еще и тем, что стал прототипом для антибиотика в сериале «Бандитский Петербург», ограничился удостоверением помощника депутата Александра Невзорова. Менее уважительным, конечно, не стал. Верность и надежность. Вот за эти качества. Преданные тебе, друзья, они все здесь. От чистого сердца счастья благополучия. Поднять тост на его следующем юбилее на столетии. Володь, живи долго. С большим удовольствием я хочу. Ты знаешь, ты человек разнообразный, ты человек разных страстей. Люди, которые его любят и стараются сделать его жизнь либо веселее, либо легче. На дне рождения у ночного губернатора гуляет богема, чиновники и предприниматели. А после задержания авторитета в 2007 году, генпрокурор России искренне удивляется, почему Барсукова уважают, если он преступник. Россия. Меня вызывает недоумение, когда некоторые СМИ называют его авторитетный предприниматель, добропорядочный бизнесмен. Это бандит. Почему криминальные авторитеты пользовались уважением у народа, пока власть была слабой, вопрос риторически. Где-то же нужно было искать справедливость. А многие из представителей преступного мира считали своим долгом помогать бедным, сиротам, пенсионерам, ветеранам афганской и чеченской войн и другим слабозащищённым группам людей. Наверное, этим объясняется народная поддержка таких, как мэр Нижнего Новгорода Андрей Клементьева, неоднократно судимого бизнесмена, которого сняли с должности мэра города, отменив результаты выборов. Люди пытались блокировать автомобиль, в котором несостоявшегося мэра везли в СИЗО. Позор власти! Позор власти! Позор власти! Нижегородцы едва не передали прокурора народному суду. Митинговали почти неделю. Не менее рьяно поддерживали и трижды судимого, в том числе за убийство Геннадия Коняхина. Он баллотировался в мэры города Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, но кое-кому из нестоличных асов криминального мира всё же удалось проникнуть в эшелоны власти. Они подкупали местных чиновников. По статистике от силовиков, в середине 90-х каждый седьмой мэр или губернатор в России был на зарплате у тех или иных группировок. А потом создавали свои структуры, как Владимир Податьев по кличке Пудель образовал собственную казачью дружину и влился в ОПГ-общак, возглавляемую вором в законе Васиным, он же Джем. Она контролировала более трёхсот предприятий Хабаровского края, после чего Податьев, судимый за изнасилование, умудрился войти в комиссию по правам человека при Общественной палате России. Восемь лет назад его осудили за разжигание межнациональной розни. Александр Морозов был в 90-е фактически хозяином Златоуста, Челябинской области. Бандитизм, вымогательство, заказные убийства не помешали ему избраться в региональное ЗАГС-собрание. Правда, местную мэрию пришлось взять нахрапом. Туда Морозов приехал в компании журналистов, но власти подготовились и вызвали ОМОН. Вы что тут в масках навели? Что я не понял, здесь Афган или Чечня? Что, Чечню хотите, что ли, здесь? Вам здесь жить. Кто о вас будет заботиться? Ваши дети о вас будут заботиться. Кроме ваших детей, то есть нас, вы никому не нужны, вы поймите это. Если вас не кормят сейчас власть нынешняя, мы пришли, чтобы вас прокормить. Нам нужно представителей расставлять на участке. Своё Мороз отсидел. Теперь занимается общественной деятельностью и делится с подписчиками мнением о нашумевшем сериале. Суть в том, что всех сейчас за старые дела, мы, по сути дела, почти участники этих событий. Косвенные, некосвенные, где-то мы там с ними пересекались, встречались, жили такой же жизнью. Как там, в Татарстане. И это было по всей России. Вот такое явление, улица. Улица была явлением настолько распространённым, что те, кто помнят то время, не удивляются откровениям известных бизнесменов. Например, Умара Джабраилова, бывшего сенатора. Вот что он рассказывал о своей юности. Ну это же вообще было время, понимаешь, эти Ореховские, Солнцевские. Это же был кошмар какой-то. Вот с точки зрения... И культия покойные. А что это были за люди? Они вот прям совсем убийцы или они по понятиям жили? Они были дерзкие герои того времени, которых использовали бизнесмены-корресанты для того, чтобы избавляться от своих портёров. Всё. Поэтому они были бандитами. И когда я вошёл, стал выпускником гемомедицей СССР с отличием, то оказался на улице со свободным распределением. И подвернулась работа быть гангстером. Началось, полустелся бандит, полубандит. Сейчас это не поймут. Не поймут, потому что времена вседозволенности и всеобщего хаоса прошли. Времена, когда в стране насчитывалось более 2600 бандитских группировок и от 150 до 300 тысяч бандитов, которые устраивали разборки при свете дня, не моргнув глазом, убивали как простых смертных, так и больших чиновников. А потом сами садились в их кресло. Меняются время, меняются люди, в какой-то мере меняются задачи. Но из важнейших задач Федеральной службы безопасности сегодня является борьба, в первую очередь, с экономическими преступлениями, потому что в сегодняшних условиях экономическая безопасность государства – это, наверное, самый главный вопрос. После того, как Путина назначили директором ФСБ, он первым делом произвел реорганизацию ведомства. В его структуре появилось шесть управлений. Громкие дела не заставили себя ждать. В 1998-м ФСБ взялось за главу Министерства юстиции Валентина Ковалева. Его обвиняли в хищении государственного имущества и получении взятых в крупных размерах. В том же году на всю страну прогремело дело статистиков. По версии обвинения, руководители и топ-менеджеры Госкомстата продавали различным структурам статистическую информацию и вымогали деньги у предпринимателей, арендовавших помещения в здании ведомства. Девять сотрудников Госкомстата стали первыми в истории Новой России чиновниками высокого ранга, отправившимися за решетку. И это было только начало. В шутку спрашивали и отвечали, чем ЦК, ну, видимо, вот, отличается от ЧК. ЦК цыкает, а ЧК чикает. Чикать, как выяснилось, пришлось многое. Одним из первых распоряжений Путина на посту президента было привести региональные конституции в соответствии с конституцией федеральной. К тому моменту слова Ельцина о суверенитете многие успели понять буквально. Якутия едва не наноциализировала алмазное производство региона, а президент Марий Эл пытался продавать комплексы С-300 принцу Кувейта. Имею честь предложить на ваше рассмотрение, имеется в виду как раз принц, вопрос о приобретении вашей страны любого необходимого количества данных и других видов вооружений, произведенных предприятиями Республики Марий Эл. Это вы писали? Да, это я писал. То есть, как бы вы торгуете оружием? Я сегодня президент и глава правительства нашей Республики. Я обязан думать сегодня о тех людях, которые мне уверены. И то, что они сегодня производят, мы обязаны это реализовать. То есть у вас просто нет денег, чтобы платить людям зарплату? А взять их было неоткуда. Бизнес-структура олигархов работали в черную и наполнять казну не хотели. За них Путин тоже решил взяться на заре своего президентства. Через два месяца после инаугурации он собирает крупных предпринимателей в Кремле. Беседу за закрытыми дверями в народе прозвали «шашлычным соглашением». По нему олигархи не должны были лезть в политику. А государство не должно было трогать их бизнес. Тогда молодого президента услышали не все. Например, Владимир Гусинский, владелец десятков предприятий телеканала НТВ, который резко критиковал власти на кредитные деньги государственного «Газпрома». Ещё в ельцинские времена там показывали, как чеченцы режут голову бойцам федеральных войск. Как утверждали соратники Ельцина, Кох, Куржаков, Березовский, на сторону чеченских сепартистов встал он небескорыстно. В июне 2000 года Гусинского арестовали, предъявив обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Однако Гусинскому удалось сбежать в Испанию. Бегством пришлось спасаться и Березовскому. В декабре 2000 года его человека в аэрофлоте Николая Глушкова отправили в СИЗО Лефортова. Обвиняли в отмывании денег, невозвращении валютной выручки за границу и злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, только с 1996 по 1999 год они перевели за счета подконтрольной Березовскому швейцарской компании 900 миллионов долларов. Олигарх был тогда за границей и решил не возвращаться в страну. Параллельно шли обыски в Норильском Никеле, тюменской нефтяной компании Фридмана. Расследовалась деятельность главы Лукойла Вагита Олегперова и глава Автоваза Владимира Каданникова. Не просто нужно их мочить. Нам нужно понять кого и какими средствами, чтобы никто, ни один клан, ни другая группа, ни один олигарх, ни третий не имели возможности подобраться ни к местному начальнику, ни к губернатору, ни к президенту, ни к представителю правительства, ни к министру. Чтобы все были равноудалены и пользовались одинаковыми возможностями. Равноудаляться не хотел Михаил Ходорковский. Человек, который всеми правдами и неправдами овладел крупными нефтяными месторождениями. Создал гигантскую компанию ЮКОС. Без согласия ее руководства, по воспоминаниям Германа Грефа, тогда министр экономического развития и торговли, в Госдуме не принимали ни один законопроект. На момент ареста Ходорковского по обвинению в хищениях и налоговых махинациях его состояние насчитывало 15 миллиардов долларов. Дело ЮКОСа и последующая национализация компаний напугали олигархов. Крупный бизнес судорожно зашептался о пересмотре итогов приватизации. Неужели все отберут? Никаких встреч и никакой торговли по поводу деятельности правоохранительных органов не будет. В связи с рассматриваемым делом никаких обобщений, аналогий, прецедентов, тем более связанных с итогами приватизации, не будет. Поэтому все спекуляции и истерику на этот счет просил бы прекратить. На самом же деле речь шла лишь о том, чтобы они исправно платили налоги, занимались бизнесом, а не политикой, возвращали и вкладывали деньги в страну. Есть все основания полагать, что и дальше будут ужесточаться режимы использования средств, размещенных в офшорных зонах. Я не говорю, что они завтра будут заморожены, но если решения подобного рода с разными вариациями будут приниматься, я прошу меня извинить за простоту выражений, замучайтесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства. В 2000 году Путин инициировал реформу судебного законодательства. Через год был принят новый Уголовно-процессуальный кодекс. По нему у обвиняемых и потерпевших появлялись новые права. Задержание, обыск или арест могли проводиться только с санкцией суда. Уголовное дело возбуждали только с санкцией прокурора. В 2002 был разработан новый Арбитражно-процессуальный кодекс. Он исключал ситуации, при которых одно и то же дело рассматривается в двух разных судах – общей юрисдикции и арбитраже. Создан антикоррупционный комитет, а следственный комитет становится самостоятельным ведомством. Но это все еще не конец. Пока власти воюют с бандитами, они продолжают друг с другом. На улице Вячеслав Иваньков проходит несколько метров, раздаются выстрелы, и он падает на землю. Мужчины, сопровождавшие Иванькова, заносят его обратно в ресторан. Кладут затем на кушетку и пытаются оказать первую помощь. От рук подопечных вора в законе Ильи Махо, Симония, умирает Япончик. До вора в законе власти тоже вскоре доберутся. Первое десятилетие 21 века было арестовано множество криминальных авторитетов, ликвидированы целые банды. Лежать! 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 Будьте за голову! В 2001-м сотрудники Свердловского УБОПа арестовали членов Нижнетагильской ОПГ и её главаря Андрея Селезёнова – Селю. В 2009-м на 23 года осудили Олега Маковоза, он же Маклауд, лидера братской ОПГ. В 2008-м начался суд над казанской группировкой «56-й квартал» – жестокой бандой, прославившейся убийствами местных авторитетов, наркоторговлей и драками с СОБРом. Один из её участников, Андрей Прокаев, по прозвищу Пракай, вышел на свободу и сейчас называет себя счастливым человеком. Вот только те, кто желает с ним поквитаться за кровавое прошлое, ещё остались. Я знаю, кто это. Я даже уже, ну, можно, как сказать, но... Даже жду этого момента. Я жду их. Но не боитесь? Нет, не грамм. Свой страх я закопал в 90-х годах. Оставили ли свой страх в тех же 90-х олигархи – непонятно. Но получить публично нагоняет Путина, кажется, мало кому хотелось. Вот так он в бытность с премьером общался с собственниками завода в Пикалёво. Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а, может быть, просто и тривиальной жадности. Тысячи людей. Где же эта социальная ответственность бизнеса? Почему здесь-то забегали все, как тараканы перед самым моим приездом? Завод в запустении, зарплаты не платят, с предприятия ушли даже охранники. Путин просит «Дерипаску», а именно его холдингу тогда принадлежало производство подписать договор, чтобы обеспечить завод работой, а людей с средствами к существованию. В 2019 году в стране взялись за воров в законе. В 210-й статье появилась часть первая – занятие высшего положения в преступной иерархии. Теперь вор в законе, будучи сам непричастным ни к одному из преступлений его клана, мог получить от 8 до 15 лет исключительно за свой криминальный статус. Отрицать его или еще хуже, начать сотрудничать с силовиками, означало опозориться. Такого люди, живущие по понятиям, допустить не могли, но все изменилось. Лежать! 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 Будьте за голову! Вы являетесь в воров в законе? Нет. Не являетесь. Так, всего через месяц после введения статьи, брали Николая Кузьмичева, известного как Коля Томский. Только за один год существования, 210.1 к ответственности привлекали 56 воров в законе. Еще 60 покинули Россию. Я пытался подняться наверх и уйти из заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место. Я предложила ему взять слово для того, чтобы дать пояснение. Он от этой возможности отказался. Продолжалась борьба с криминалом и во властных кабинетах. В 2019 году сенатора от Корчаева Черкесии Рауфа Рашукова задержали прямо во время заседания. А позже осудили за создание ОПГ и организацию двух убийств. Его отца Рауля за многомиллиардное мошенничество. А это кадры заседания по делу Анатолия Быкова. Он же Толя Бык. Или Черентана. Криминальный авторитет, о жестокости и мстительности которого ходят легенды. Умудрился без малого 20 лет проработать депутатом в ЗАГС Собрании Красноярского края. Теперь столько же ему дали в суде за подстрекательство к убийству. Быков во всем обвиняет политических конкурентов. Сердюков, Захарченко, Мень, Маркелов. Теперь у правоохранителей есть ресурс, чтобы выслеживать и отправлять за решетку как преступников во власти, так и тех, кто смог уйти от ответственности в 90-е. Буквально пару месяцев назад силовики арестовали Эльфата Сунгатулина по кличке Ильфатей, лидера известной казанской ОПГ «Киноплёнка». Она, кстати, тоже появляется в сериале «Слово пацана». Мнения о киносаге Жоры Крыжовникова могут быть разными. Но то, что она претендует на звание документа эпохи, сомнений не вызывает. Эхо этой эпохи отзывалось и в самом сериале. Александр Морозов, бывший лидер ОПГ в Златоусте и бывший депутат ЗАГС Собрания в Челябинской области, сериал посмотрел. И видит в нём не только правдивый рассказ о жизни России тех лет с явлениями, которые оказали влияние на огромное количество людей, но и пищу для размышлений. Да, неправильно повели куда-то что-то. Ну, это вся проблема-то. Нужно над этой проблемой думать, чтобы нынешняя молодёжь шла в нужном направлении, чтобы её вели в нужное русло. Не в банды, не в шпану, а в какие-то объединения молодёжные. В период с 2000 по 2018 год экономика страны выросла в шестеро. Инфляция и налоги снизились. Бюджет впервые стал профицитным. В 2006 году Россия выплатила США долг по ленд-лизу, а в 2017 окончательно погасила внешний долг Советского Союза. За 20 лет ВВП страны вырос на 80%. Промышленное производство на 60%, а обрабатывающая промышленность на 70%. Экспорт зерна увеличился в 40 раз, доходы федерального бюджета в 18 раз, зарплаты в 3,5 раза. К 2020 году построено в полтора раза больше жилья, чем было в 2000-м. Посудомоечные машины и телефоны перестали быть роскошью. Путин провёл инвентаризацию ресурсодобывающих предприятий, при нём было ограничено соглашение о разделе продукции, по которому российские месторождения находились в международной, а не российской юрисдикции. Он повысил пошлину для экспортеров. Всё это позволило наполнить бюджет страны, запустить национальные проекты в образовании, здравоохранении и других отраслях, направить деньги на образование и воспитание детей, создание молодёжных организаций. Сегодня большинство крупнейших компаний «Алроса», «Аэрофлот», «Газпром», «Роснефть», «Росгидро», «КамАЗ», «Иркут», «Сбербанк» и другие в руках государства. У него больше половины акций. Число краш, изнасилований снизилось в два раза. Грабежи в три, убийства в четыре, а разбои в почти в шесть раз. Из страны, в которой средь бела дня орудуют киллеры, представители властей убивают прямо на улице, а люди боятся выйти на улицу, голодают и сводят счёты с жизнью в отсутствии перспектив. Россия превратилась в безопасное, просветающее государство, ориентированное на человека и его потребности. Повторение слова «пацана» в таких условиях сложно себе представить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова